На заседании Иван Белавкин был в той же одежде, в которой его задержали накануне. 3 июня к нему в кабинет в региональном правительстве пришли сотрудники ФСБ. Его отправили на допрос, а в кабинетах провели обыски. Чиновника подозревают в получении взятки в размере более 1 миллиона рублей. По признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 МКРФ, отношение первого заместителя министра Белавкина, услышанного уголовного дела. По факту получения взятки в особо крупном размере. Заседание провели в закрытом режиме, без журналистов. Об этом попросили следователи. Однако, некоторые в СМИ своих публикациях ссылаются на то, что причиной отката, вероятно, могли стать действия Белавкина в интересах определенной коммерческой организации. В 2020-2021 годах в Саткинском районе собирались ремонтировать котельную. После этого контракт получила определенная организация. Скажите, а вы согласны, с чем вас обвиняют? Не согласны, с чем вас обвиняют. Выйдите, пожалуйста. Выйдите, пожалуйста. Белавкин не первый, кто находится под следствием. Год назад в махинациях при строительстве биатлонного комплекса подозревали замминистра Татьяну Антонову. Суд решил, что первый заместитель по строительству может повлиять на ход следствия или скрыться. Поэтому принял решение заключить его под стражу на два месяца. Учитывая изложенность, суд считает, необходимо избрать Белавкину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 3 августа 2021 года. Сведения о невозможности содержания обвиняемого в условиях изоляции не имеется. Их обстоятельств, препятствующих содержанию Белавкина под стражей, в том числе связанных с состоянием здоровья, суду не представлено. Иван Белавкин проведет за решеткой два месяца до 3 августа. В случае, если обвинение подтвердится, то чиновнику может грозить до 15 лет лишения свободы. Наталья Петрухина, Павел Чащин, 31 канал.